Ну что ж, друзья, еще несколько важных добавлений про сибирскую артель целиком и про игру бизнес-драйв. Итак, сибирская артель Терем, это помимо того, что это сообщество единомышленников, объединенные игрой бизнес-драйв, также можно сказать, что сибирская артель Терем это стартап-инкубатор с специализированными сервисами, поддерживающими специализированными сервисами для развития стартапа, а также пошаговые технологии для развития вашего бизнеса. И важной частью сибирской артели является то, что расчетом с сервисами вы можете рассчитываться своими акциями, акциями своего стартапа или долей своего стартапа. То есть, или иначе говоря, совсем просто, в сибирской артели вы можете найти тех партнеров, которые сделают работу по формированию и развитию вашего стартапа за долю вашего бизнеса. Итак, что важно еще сказать? Важно еще сказать следующее, что у игры бизнес-драйв есть опорные принципы. Это то, на что мы опираемся или то, что мы считаем незыблемым. Первый опорный принцип звучит так. Вселенная является дружественной сферой. Несмотря на все то, что происходит в нашей жизни, мы считаем, что Вселенная является дружественной сферой. Второй опорный принцип. Мы считаем, что каждый человек идет по пути своей самореализации. У каждого человека есть предназначение. Человек рождается для того, чтобы двигаться по пути своей самореализации согласно своему предназначению. И третий. Игра, наша игра опирается только на общепризнанные общенаучные знания. Мы не заходим в область религий, мы не являемся сектой, и игра бизнес-драйв не является духовным путем. Это игра, в которой создаются условия для того, чтобы вы могли развивать свой бизнес в дружественной, драйвовой, энергичной, радостной атмосфере. С такими же заряженными на победу людьми, как и вы сам. И вы делаете это в той области бизнеса, или в той области знаний, или в той области, в той нише, которая действительно каким-то особым образом откликается внутри вас. Опыт, который вы получаете, двигая и развивая вашу нишу, особо ценен для вас. Через этот опыт вы познаете то, как устроен этот мир, и как устроены вы сами. И идея игры, я уже проговаривал, это превратить работу в игровое пространство для самолизации человека. Или, можно сказать, что создать пространство возможности и поддержки, в котором каждый артелец, каждый присоединившийся, каждый артелец смог бы найти свое бизнес-предназначение и реализовать его через стартап или сервис. Что такое стартап? Интуитивно понятно. Это вновь созданная организационная структура, компания или команда, которая занимается поиском воспроизводимой, прибыльной, рентабельной бизнес-модели. А сервис – это комплекс услуг, которые артельцы оказывают внутри сибирской артели стартапом, капитаном для развития бизнеса. И цель игры, то есть игровое действие, мы предоставляем друг другу возможность для самореализации, возможность для развития бизнесов, где усилением или критерием принятия решения взаимодействия является альтернатива. Цель игры, соответственно, самому или в составе команды реализовать успешный бизнес-стартап или найти ту самую устойчивую, прибыльную, рентабельную бизнес-модель. И в игре мы выделяем четыре основных игровых цикла. Первый цикл – это найти, понять, определить свое бизнес-предозначение. То есть найти ту нишу, бизнес-нишу, которая вас по-настоящему цепляет, которая вас по-настоящему продвигает. Если вам интересен маркетинг, это может быть маркетинговое агентство. Если вам интересно поддерживать людей, это может быть коучинговые услуги. Ну и так далее. То есть здесь могут быть ниши, могут быть великое множество и их комбинация. Дальше второй шаг – это упаковать бизнес-предозначение в продукт. То есть особенно если у вас есть услуга, то есть выделить такие продукты, ясные и понятные, которые человек готов принять, взять и обменять на что-то. То есть продукт, товар или услугу. То есть из того действия, которое вы хотите делать, выделить продукт. Третий – это посредством организации бизнес-стартапа или сервиса. Вот найти ту самую прибыльную, рентабельную, устойчивую бизнес-модель. И мы считаем, что признаком найденной такой модели является получение 1 миллиона маржинальной прибыли. То есть если вы получили 1 миллион маржинальной прибыли, накопительной маржинальной прибыли с момента основания, то мы так примерно считаем, что бизнес-модель найдена. 1 миллион маржинальной прибыли – это условно. Для каких-то бизнесов это может быть больше, для каких-то бизнесов это будет меньше. Но мы примерно считаем, что это 1 миллион. И, наконец, четвертый игровой цикл – это принять последующее решение. То есть после того, как вы организовали бизнес-стартап, были капитаном, получили 1 миллион маржинальной прибыли, и вы принимаете решение. Либо продолжать управлять своим бизнесом, оставаясь сибирской артелью, пользуясь теми сервисами, которые у нас здесь есть. Либо покинуть сибирскую артелью. В этом смысле стартап-инкубатор как пространство выполнил свое предназначение. То есть вы вошли с идеей, и здесь она вызрела в успешный бизнес. Соответственно, второй. Итак, принять последующее решение. Первый – продолжать управлять своим бизнесом внутри сибирской артели или покинув сибирскую артелью. Далее – продать созданный бизнес на бирже артелей. Весь, частично, или акции, или доли. У нас в сибирской артели есть биржа, на которой это возможно сделать. Следующее решение может быть начать новый стартап или смешанные варианты из трех предыдущих. Ну что ж, я думаю, что сейчас понимание о том, что такое сибирская артель, что в ней происходит, и что такое игра в бизнес-драк, у вас стало немножечко больше. Мы переходим к кодексу сибирской артели. А здесь – спасибо. Продолжение следует...